Палюстовский проспект, он такой шумливый, а это завод наш КУС, Ленинградский институт машинностроения. Пишет нас, а уже пишет. Итак, мы находимся в лаборатории, как она называется, лаборатория? Александр Николаевич, заведующая лаборатория. Это технологические процессы, приготовки технологии машинностроения, значит, лаборатория, системы автоматизированного, претивни технологических процессов. Наш прекраснейший педагог Александр Игоревич Трабин, специалист крупный очень, поэтому нам приятно быть с ним в одной компании. Мы с чего знаем, как про Чайковского говорим, мы уважаем его не только за то, что, когда спросили, про Чайковский гомосексуальный, а армян сказал, что мы уважаем его не только за это. Поэтому мы уважаем его. Мы это обсудим. Чайковский, я не думаю, с хорошей точки зрения. Вот поэтому, значит, вот если к Саше прийти, то у него, конечно, все это. А сегодня вот он нам рассказывал, значит, про пакет Адам. Это поэзия, значит, это пакет Адам, это чудо техники. Которые нам, покажи нам последнюю деталь, которую, вот эта последняя, настоящая картиночка, вот, которую создавали... Ну я сейчас Ларви покажем еще. Ну, Александр, давай сейчас снимем, да, здесь. Да. Сейчас снимем. А Каманин, да? Да, ладно, не раз. Давайте Акаманин еще покажем. Да, сейчас, он с той стороны. Значит, я должен сказать, что Николай Петрович Каманин спасал чинюзкинцев и получил Героя Советского Союза за удостоверение номер 4, по-моему, да? 4, это я помню. Папа, конечно, не дожил, сколько бы ему сейчас было уже лет? 90. 90 было бы. Но мама, жива, жена Николая Петровича, Мария Михайловна, жива, здорово. И по ей будет 90. Вот 90 будет. Я, честно говоря, думал, что он и жив, ваш папа-то. Я, Борисович, не даст сыграть, я говорю, а он мне говорит... Я хочу сказать следующее. Льва держал, мне давал в руки паспорт Гадарина. Вот. Приезжали космонавты, помнишь, и принесли. Они летели во Францию. Николай Петрович с Гадариным. Поэтому все начало движения Гадарина... А сколько журналов у тебя было, когда они по Южной Америке ездили? Они и сейчас есть, в Бразилии, конечно. Я помню. Гагарин решил пописать утром. А журналист щелк его. Он так... Такие везиономии у него там. В общем, прийти вот в архивы, посмотреть... Это страшная интересность. Дело в том, что с течением времени все это забывается, и потом это все как-то превращается в какую-то легенду уже. Но это все реальные вещи, понимаете, мифы. И все больше ценность приобретает со временем. Вы знаете, я ухватил в свое время, знаете, познакомился с человеком, я его ухватил, который принимал участие еще в зимнего... В штурме зимнего, да. Он мне тогда рассказывал, но это было давно, еще лет 20. Сюда все на минуточку. Бах, марк. Спасибо. Спасибо. Не знаю, что получится. Ну, получится. Это очень интересные вещи, конечно. Потому что пока мы живем, нам кажется, что все это будет как-то так. Но вообще-то действительно потрясающе. Гагарин особенно. Когда твой папа ушел из отряда космонавтов, сколько там было космонавтов, примерно? Ну, если летавших было человек 15, а весь отряд был человек уже 50, наверное, сейчас. Ну, по ним соврать, ну, в принципе, это можно уточнить. Динникир наставил. Там все описано. Вся поднаготная. А ты дневникищи не печатал? Печатал. Как? Уже три книжки. Три книжки. Более будут. Нет, он не знает. Он подойдет на экзамен, тебе показать, кто знает. А он любишь дневникирца. Это все замыкнул. Просто вещей было много. Ну, понятно. В следующий раз. Бой, пройдет в Литву или попозже. Есть очень интересные вещи. Я считаю, что такие вещи обязательно надо сохранять и писать. Вот наш руководитель, кстати, тоже интересный человек. Вот Матальин, о котором я говорил. Знаете, чем он интересен, кстати? Я ему говорил, Андрей Александрович, когда свой учебник печатает, Андрей Александрович, вместо учебника другое напишите. Знаете что? Он, оказывается, начало войны встретил Германию. Представляете? Их было всего три тысячи человек. Три тысячи человек. Командировки, да? Он был в командировке, тогда же было немцы. Ну да. Мы приезжали. А все там были. Так вот, вы понимаете, никому не интересно. Он нам сидел, рассказывал. Теперь только я знаю. И, наверное, еще кто-то будет знать, кому он рассказывал. Да. Вот я могу в двух словах просто рассказывать. Он говорит, что когда мы были в Германии... Снимает только его. Да не надо. Интересно, да. Это действительно интересно. Это уже Андрей Александрович рассказывал по его... Мы были в Германии, сидели. Снимает. Наталья, да. Он ректором был инженерно-экономическое института у нас. Потом ректором в Тузах был. Саша снимает. Это известный. Известный тип был. Он и видит. Там модность немножко мешает. Это люди просто в уровне. Вот вашего папы такого высокого уровня, как везде. Вот Митрофан, Сергей Трощич. Я почему делался? Сергей Трощич, что он еще 87 лет. Мы встречаемся, он еще там все живет. И люди, они вообще закаленные очень. Они намного крепче нас. Меня-то пока не уточнили. Вот. И вот он так говорит, Саня. Мы двух утром звонок. Мы, говорит, не вилоскет. 22-го июня. Да, да, 22-го июня, да. Звонок в дверь, говорит Саня. А он где маме там в это время находился? И в посольстве отдельном. Они там жили, да. Просто как специалисты жили. А какой-то эти ребята, чернорубачники их так называли тогда. И какой-то они попросили, значит, что дали. Уладель. Уладель. Я спрашиваю, а как лагерь-то вообще? А он говорит, что в лагере, говорит, мы нормальные. Мы своей одежде были. То есть нет, это не просто лагерь такой. А почему? Он мне все объяснил. Я тоже не мог понять. Он мне объяснил этот лагерь. А потому что примерно такое же число специалистов немцев было у нас. И поэтому если бы что-то они бы сделали с теми, то на самом деле было бы ответить. За ним было взаимное. За ним было так вот. И вот он говорит, ну в этом лагерь. Конечно, он долго нам это рассказывал, часа на полтора-два. И вот жалко очень, что не было камеры. Я почему сейчас это камеры все время? Чтобы камера удобно пошел и зафиксировал все это, зафиксировал. Примерно, наверное, долго, месяца два-три, наверное, не меньше. А тогда, значит, иногда их начали обрабатывать. Стали обрабатывать их постоянно, чтобы они остались. То есть показывали фильмы и действительно показывали вот тысячи вот этих самых. То, что плен брали большое количество людей. Хроник. Хотели сломать, но я тут буквально через месяц москву захватил. И действительно, хроника-то была такая. То, что они уже, я знаю, 300 тысяч, только вот на Черном море под Севастополем взяли. Только 300 тысяч человек было взято в плен. Это у нас никогда этого не показывали. Это я уже в Севастополе сейчас говорю, в музее. 300 тысяч человек взяли в плен, представляете? Такой котел класса. Ну, куда взяли, потому что, а куда я вливаться? А куда? Ну, да, в море, да. Зато стрельба и другой нет. Ну, куда они взяли в котелок там и сядутся. И вот он говорит, Красный Хрест это был, существовал тогда. И вот Красный Хрест начал этим заниматься. Вот они занимались. Вот этот обмен уже, правильно, обмен был самым, он тремя путями существовался. И вот их меняли через Ирана, значит, в Советскую границу. Так вот, мы, говорит, до последнего, пока вот мы практически к границе не пришли, говорит, нас это бестапросто сопровождали, мы думали, что мы, говорит, не дойдем. Боялись, пока он нас уже не поменял. И потом, нет. Вот я быстро вам это все рассказал. Кнопочку, дискету, ты не вытащил, особенно, от нашей? Да, 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 да. Ну, пожалуйста, да, короче, да, стати. Ну, да, только она уже снимает. Я работал именно в области ракетной техники. Ну, вот 25 лет ровно, чуть больше я даже отработал. И, конечно, это было мне все близко. Лев Николаевич, перебей, расскажи о папе, как он набирал этих комиссий космонавтов? Он был очень суров. Суров был, да? Он пишет, что один из последних соборов, который при нем был, там, допустим, да, примерно, в процентном отношении, отобрали в первичном, значит, отборе 100 человек, а из них в конечном итоге 8 человек только прошли комиссию. Вот примерно такое соотношение. А дальше пишет, ну, многие по здоровью не проходят, естественно, ну, все. Но многие просто далеки от космоса. И не читают ни газет, ни литературу. Нет, а я был среди тех, кто хотел записаться, мы работали с интуловинами. Вот, с подлинками. Ну, там свой отрез, конечно, возникли. И вот мы с ними... Ну, понятно, это по-граждански речь. Ну, вот, подозрение мне... А, вы тоже хотели? Да, в том-то и дело, что я и сам хотел. В тот момент. Да, в тот момент это было очень актуально. А сейчас, конечно. Борис Александрович, мы экономим. Нет, в чем не экономить? Лев Николаевич, как будто встречи такие... Вот я сейчас в Костронском обществе, к нам приходит Сытин, внук книгоиздателя. Это тоже живая история, это же интересно. Побеседовать. Ну, а вот скажи, пожалуйста, значит, Гагарин хоть раз приезжал на вашу квартиру, на Серафимович? Нет, на дачу приезжал. А на дачу приезжал? Приезжал на своей спортивной машине, которую мы подарили во Франции. Так. Про которую немножко со скандалом вышло в свое время. Да-да. А что такое? Югославские там газеты, кажется, да, Югославские писали, тем, что надо, а это просто французы ему подарили. Ну, а наши там, значит, Суслов, по-моему, кто-то еще великие деятели, выразили в негодовольстве его. Вот, значит, как они там занимаются. Лёва, кто живет теперь в вашей квартире, у Критля, которая была? Не знаю, не знаю, там в нашем доме сейчас в основном новые русские северцы. Серьезно? Да. Фирмы какие-то, офисы появились. То есть там все изменилось. У них в подъезде жил Булганин, дочь Булганин. Ну, Крущев, Булганин, ну, сын, вернее. В одном подъезде. Ну, Кутузовском. Нет, Серафимовича два. Дом на набережной. Дом на набережной. Ударник. Ударник. Кинотеатр Ударник. Потом, по-моему, жил этот, с армянской фамилии, это кто этот? Маршал. Маршал. Папатын. Баграмин. Ну, в соседнем подъезде жил. А, в соседнем подъезде жил. В нашем доме вообще жил. Жуков жил, Голованов жил. Вершинин, по-моему, одного игорода. А напротив жили Аллилуевы. Да, напротив жили Аллилуевы. Одна из сестра. Лёва, а ведь ваша квартира принадлежала брату Арджиникидзе, да? Кагановича. А, Кагановича. Репрессировал. Вот. Ясно. В общем, я бывал и горжусь тем, что я трогал стены этой квартиры. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...